Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. По Латвии омикрон тоже. Мы наблюдали более 3000 заражений в один из дней на прошлой неделе. И даже выходные. Мы видим, что обычно выходные значительно меньше зараженных. Сейчас более 2000 за субботу, по крайней мере. Скоро будут данные за воскресенье. Очевидно, что эти прогнозы о высокой заразности омикрона сбываются. Что может быть дальше? Пока все идет по этим прогнозам. Да, Никита? Да, именно так. Но, скорее всего, на этой неделе мы уже достигнем определенный потолок заражений. Потому что просто не сможем тестировать. Я думаю, уже и сейчас мы видим, что на самом деле эта кривая изменилась за последнюю неделю. И, казалось бы, перестала так стремительно расти. Но, скорее всего, это связано с тем, что люди, которые сделали самотест с дома и получили положительный результат, не видят смысла идти на ПЦР-тест через 5 дней и стоять в очереди. И поэтому, я думаю, мы уже не знаем о львиной доле заражений. И то, что мы видим в Латвии, как и в других странах, очень значительно и стремительно повышается количество позитивных случаев из всех тестированных. Сейчас среднее значение выше 15%. То есть каждый седьмой человек, идущий на тест, получает положительный результат. Да, мы понимаем. Есть вопрос, Никита. Я заметил по статистике буквально неделю, как минимум последнюю, среди зараженных значительно больше привитых. И, разумеется, это вызывает вопросы у широких слоев населения. Как так? И у тех, кто, в общем-то, ну, кого можно назвать антиваксерами, как раз-таки и радуются, и показывают пальцем на эти цифры, говорят, мы предупреждали, мы и говорили, что вот, собственно, вакцинированные будут эту заразу разносить. Ну и получается, что цифры, по крайней мере, показывают, что они были правы. Почему так происходит? Вы можете объяснить, на самом деле, почему сейчас среди заразившихся гораздо больше привитых, чем непривитых? В стране, в которой очень много вакцинированных людей, как в Латвии, все-таки более 70%, мы просто ожидаем, что много заражений будет среди вакцинированных. Условно, если бы в стране было 100% вакцинированных, то все бы заражения именно происходили среди вакцинированной популяции. До сих пор мы видим, что если взять в учет эту разницу в количестве вакцинированных и невакцинированных, вакцинированные чуть реже заражаются, но на самом деле из-за того, что иммунитет со временем падает, и омикрон умеет обходить иммунитет, то все равно, конечно, вакцинированные не так защищены от самой инфекции, как хотелось бы, но сохраняется очень высокая защита от госпитализации. И это самая хорошая новость. То есть давайте еще раз поговорим. Среди заразившихся больше вакцинированных в последнее время, чисто арифметически, потому что в принципе в стране становится больше вакцинированных людей. Да, то есть если мы поделим количество зараженных невакцинированных на общее количество невакцинированных людей в стране, и по такой же логике сравним с вакцинированными, то среди невакцинированных на душу населения будет больше заражений. Спасибо. Как нам нравится развенчивать мифы? Да. Ну вот, кроме мифов, мы знаем, что правительство тоже, по крайней мере, коалиция обсуждала план, когда нужно будет вводить какие-то более жесткие ограничения. И там было названо три условия озвученные. Первое условие – это более 3000 зараженных в сутки. Это мы уже достигли красную черту, условно говоря. Второй вариант – это более 800 госпитализированных. И третий вариант – если есть риск или угроза практически паралича стратегически важных отраслей и служб по причине массовой заболеваемости. То есть, если, не дай бог, некому будет работать в стационарах, некому будет работать на скорой, на пожарно-спасательной службе, аварийной и так далее. Ну, один элемент у нас уже реализовался, скажем так. Что бы вы сейчас посоветовали или будете советовать? Там будет заседание сегодня, я так понимаю, очередной группы оперативного управления. Что тут можно посоветовать? Ждать, вот действительно, пока возникнет угроза паралича служб или на какое-то время что-то закрыть, условно говоря? Да. Ну да, я думаю, что уже паралич произошел. Сегодня в утренних, знаете, оперативных чатах люди, работающие в разных больницах, сообщают, что в больницах уже очень много работников заразилось, и поэтому просто не предоставляется такое качество обслуживания, какое возможно, когда у нас не заражена рабочая сила. Ну и плюс, конечно, сейчас будет повышаться количество госпитализованных и с COVID, и из-за COVID. В данный момент в больницах около 74% это люди, у которых первичный симптом — это COVID. но есть еще много людей с инсультами, инфарктами и так далее. Что я бы посоветовал сейчас? Ну, выглядит, что уже слишком поздно вводить ограничения, жесткость которых можно оценивать в 20%, и сейчас необходимы ограничения, жесткость которых я бы оценил в 30%. Это очень сложно для обывателя, да и для эксперта понять, в чем отличие между 20% и 30%, но выглядит, что если мы не хотим видеть полный коллапс в наших больницах, то 30% — это значит отказаться на февраль и конец января от культурной жизни, уменьшить возможность людей в ресторанах сидеть и заражать друг друга. И я думаю, что спорт тоже нужно отменить на ближайшие полтора месяца. Да. Скажите, прости, ну, кстати, Абик, ты в предыдущие получаса приводил примеры. Некоторые страны, где разрешено медикам даже с симптомами, если они хорошо себя чувствуют, все равно выходить на работу. Никита, как вы считаете, можно ли применять подобные меры у нас, ну, чтобы действительно не привести к коллапсу системы здравоохранения хотя бы? Я думаю, что те страны, которые так поступают, это все-таки такие страны очень поздного, жестокого капитализма. Это Америка, это, собственно, Англия, но не Шотландия или Вельс. И поскольку они настолько не хотят закрывать экономику, что тоже, конечно, понятно, они готовы вот так тенично поступать с нашим медперсоналом, с жизнями людей, и в итоге говорят, вы, медики, работаете, может, если у вас есть легкая температура, и даже если вы заражены. Так что я не думаю, что мы должны идти этим путем и с завистью смотреть на эти страны. Ну, а на ваш взгляд, это именно жесткий оскал капитализма, как когда-то говорили при старой власти, или все-таки здравый расчет? Вот люди, если могут работать, должны, в самом хорошем смысле, должны работать и приносить пользу, и помогать. Речь-то идет о помощи, в том числе оперативной. А если все будут болеть, если все на больничном, если все отсиживаются там от 10 до 14 дней, то действительно некому будет работать, все замирает. Что делать? И как болеть? Я это понимаю, но суть-то в чем? Если медик выходит на работу после положительного теста, то медик предоставляет угрозу для своих коллег и для пациентов. И в больницах я ошибся, я хотел сказать, что 74% из всех людей с ковидом в больницах, они именно из-за ковида туда попали. Но, конечно, есть еще много людей с другими проблемами. И вот представьте, если медик, который вышел на работу после положительного результата, собственно, лечит человека с инсультом и заражает человека с инсультом, потому что государство приняло решение выпускать медиков на работу в такой ситуации, это же ужасно. Да, вот интересно тоже отдельные мероприятия. Мне совершенно, я понимаю, что не хотят закрывать и культурную жизнь, но когда я там смотрю «Светскую хронику», там какая-то премьера оперы, да, ну ладно, там люди в масках, но все равно, ведь это большое скопление людей. Они сидят в этой опере два часа. Да, мы же понимаем, что это для Американа вообще благоприятная среда. Неужели не ясно? Вот иногда меня поражает. Ну да, ну и самое главное, я, мне кажется, один раз за последний месяц был вот на таком культурном мероприятии, но когда свет потухает, люди снимают свои респираторы. Да, это я забыл сказать, это тоже совершенно, потому что, видимо, они думают, что в темноте вирус-то их не найдет, правильно? Не узнает. Ну это обыкновенная человеческая глупость просто. Не, ну глупость глупость. Ну вот кого ты обхитришь таким поведением? Это я не понимаю. На зло бабушки отморожу уши. Не, не, послушай, мы еще один аспект не обсудили, это больше надо с психологами обсуждать. На самом деле, когда ты сейчас общаешься с людьми, есть такое ощущение, ну не знаю, обреченность, может быть, не то слово, но все поверили, даже внушились себе, что переболеет все. Кто-то более легко, кто-то менее легко, но в принципе переболеет, наверное, все. Может быть, это такое ощущение, значит, когда говорят, что переболеет все, ну значит, ну какая разница, ну не сегодня переболеет, а завтра переболеет, да? Так я понимаю. Слушай, ну это не обязательно же для этого условно хлебать грязную воду из лужи. Ну, здесь шанс все-таки заболеет еще больше, да. Да, ну не совсем верно, да, я думаю, это была коммуникация от некоторых наших экспертов неправильная, которая привела вот к такому, как это называется, нигилизму. На самом деле, если люди сделают бустер, если в стране на этот месяц будут введены определенные ограничения, которые, к сожалению, затронут экономику, но зато спасут больницы в какой-то мере, то тогда не все переболеют. Все равно, очевидно, в легкой форме могут переболеть целых 500-600 тысяч людей. Но это не все, это каждый третий, и до сих пор можно себя защищать, надевая респиратор и прежде всего едя за бустерной вакциной. А может быть, те эксперты, которые неправильно коммуницируют подсознательно, хотят, простите за такой цинизм, чтобы большинство переболело, но все не все, не 500 тысяч, пускай миллион. Может быть, это и выход от этой пандемии, создание таким вот образом лучше это сделать с помощью легкого штамма коронавируса, да, чем дождаться после этого омикрона Дельта-2. А, ну, понимаете, о чем я говорю, да? Нет, ну, казалось бы, я понимаю, но, понимаете, если мы сейчас вот будем пускать вирус на самотек, то тогда у нас будет месяц, когда много людей умрут, когда мы не сможем получать первую медицинскую помощь и так далее. То есть, ну, надо смотреть, что на второй чаше весов. Конечно, если вам 20 лет, то велика вероятность, что вы не попадете в больницу, но есть небольшая вероятность, что у вас будет после ковидный симптом и в случае с омикроном. Выглядит, что люди потом страдают уже больше месяца во многих странах, то есть этот риск нас стороной не обошел с омикроном, к сожалению. Да, и не стоит забывать о том, что это настолько хитрая зараза, в прямом смысле и хитрая, и в прямом смысле зараза, что неизвестно, как она отразится на конкретном человеке, все строго индивидуально, насколько мы знаем случаев и примеров, даже среди знакомых, когда, казалось бы, годами молодые люди и вполне себе здоровые переживали, что переносили или саму болезнь, или последствия вакцин гораздо тяжелее. У нас сейчас уже многие люди, и понятно, что, может быть, нет точных цифр, переболели уже, умудрились переболеть после дельты еще и омикроном, да, даже будучи, может быть, некоторые вакцинированные, да, пускай в легкой форме. Мы пока ведь не знаем, насколько будет устойчив иммунитет в случае появления следующего штамма, да, такого. Разумеется, есть так называемое эволюционное давление, чтобы следующие штаммы обходили иммунитет, который у человека вырабатывается после предыдущего. Но надо понимать, что, конечно, если бы у нас в Латвии у 99%, как это, например, в Англии в случае с сеньорами, процентов был бы какой-то иммунитет, то тогда нам бы, у нас бы не было поводов бояться. Мы видим в Южной Африке, в Великобритании количество случаев растет, а геспитализации на самом деле росли непродолжительно, неделю-две. Но надо понимать, что Латвия очень корневым образом отличается. Мы гораздо более похожи на Америку. У нас примерно одинаковый процент людей, которые вообще не имеют никакого иммунитета. И примерно похожая структура вот этих коморбидностей, то есть параллельных хронических заболеваний. И в Америке мы видим, что они сейчас по геспитализациям приближаются к той отметке, у которой мы были в октябре. То есть имикрон у них пока что приводит к такой же плохой ситуации, какая у нас была в октябре. Я думаю, в Латвии, поскольку все на таком самотеке, иммунитета так мало, у нас это все повторится, но еще в более плохих размерах. Поэтому не стоит смотреть на Великобританию, иначе я бы согласился. Ограничения тогда прибыли не нужны. Что касается бустерной вакцинации, в принципе, все идет относительно неплохо. Да, ведь когда была дискуссия на прошлой неделе, и со стороны ряда министров были упреки в адрес министра здоровья, люди забывали одну такую вещь. Ведь как можно сравнивать темпы бустерной вакцинации, допустим, в Латвии и в других странах? Ведь у нас очень много людей, ну, вакцинировались, скажем так, очень поздно. То у них еще даже этот срок не подошел для ревакцинации, и тем более близко не подошел срок завершения действия сертификата. Это ведь тоже надо учитывать, правильно? И что у нас многие, пускай по принуждению, начали вообще только курс вакцинации в сентябре, в октябре и в ноябре. Но понятное дело, что, наверное, им еще бустер делать рано, если мы говорим о Pfizer и Moderna. Ну, как смотреть? Этот аргумент был более весомый в декабре. На данный момент в Латвии уже около 900 тысяч человек могут получить свой бустер, согласно рекомендациям Совета иммунизации. И где-то только треть из них, чуть больше, уже сделали этот бустер. Соответственно, все равно может быть гораздо выше. Что радует, у нас правильно приоритизованы группы среди пожилых людей гораздо больше бустеров. Более половины пожилых людей, которые могут получить бустер, его получили. Это, наконец, правильный подход, мне кажется, в этой ситуации. Да, это сигнализирует, что, видимо, люди в возрасте, которые сделали две дозы или одну дозу Янсен, понимают, для чего они это делали, и понимают, почему им нужен сейчас бустер. То есть нет такого, что нужно уговаривать наших пожилых людей делать бустер пока что. И это очень хорошо. Да, Никита, тут, в принципе, приходят сообщения, говоря о бустерах, о вакцинации, ревакцинации. Не знаю, насколько это Ваша сфера, но все взаимосвязано. Поэтому, может быть, Вы сможете объяснить, почему иногда с ошибками работает сама система, и люди получают вызовы на те самые бустерные вакцины, и уже даже предупреждения в виде смс-сообщений, гораздо раньше, чем у них реально истечет срок этого ковид-пасса. Вот, например, знакомый написал на Фейсбуке, что буквально на днях получил смс-ку от Минздрава, что с 15 февраля истекает срок, а вторая доза при этом была получена в июне. Они обратились, переспросили, им прислали новую смс-ку. Ах, да, извините, не 15-го, а 28-го. То есть от чего зависит четкая работа именно этой компьютерной системы, потому что сбоев достаточно много. И, честно говоря, я даже сам столкнулся с этой ситуацией, когда записывался на бустер, мне тоже пришло приглашение, я решил записаться. И тут-то выяснилось, что первую вакцину записали вообще не про меня. Не то, не там и не в том количестве. И, главное, теперь непонятно, кто это может исправить, потому что эта ошибка за собой повлечет и так далее, и так далее. И непонятно, когда мне прилетит вот это вот. Потому что постоянно меняются требования, постоянно меняются правила игры. И даже если сейчас можно на это закрыть глаза, то через полгода, в общем-то, непонятно, как это отразится на всех моих сертификатах. Нет, хорошие вопросы. В вашем случае, Александр, вам стоит обращаться тогда, написать в службу технической поддержки НВД, и это исправят. А по поводу СМС-сообщения, приношу извинения, если вы получили ее не к месту. Я могу объяснить, почему вы могли ее получить. Значит, во-первых, в некоторых случаях, в редких случаях, у человека не вводятся факты их вакцинации в ЭВС-элыбу своевременно. Например, вакцинатор хотел ввести, но ЭВС-элыба рухнула, как это бывает изредка, может, раз в месяц. И тогда вакцинатор решил, что введу через три дня. То есть наша система еще не видит, что вы получили свой бустер, и поэтому присылает вам СМС-ку, что, мол, сделайте бустер. Но вторая причина, это уже больше связано с вами, пользователями, например, сайта Мановакцина. Иногда, когда вы, например, регистрируете своего, скажем, дедушку, то вы вводите свой контактный номер за дедушку. И тогда вы соглашаетесь с тем, что ваша контактная информация будет использована для коммуникации с тем другим человеком. И поэтому мы присылаем СМС-сообщения, подразумевая, что это у дедушки сейчас подходит срок сертификата, но люди уже забыли, что они в прошлом феврале, допустим, зарегистрировали дедушку, введя свой номер, и думают, а почему это вы мне... Ну, можно, некоторые воспринимают это как какую-то угрозу. Хотя, конечно, это напоминание сделать бустер. Я думаю, мы это можем улучшить, если мы будем вставлять имя человека, к которому мы обращаемся. Мы сейчас над этим работаем, потому что это все технически. Разработать такие новые детали занимает время. А процесс очень быстро развивается. Все эти детали, конечно, они имеют значение, потому что, как известно, кто говорит дьявол кроется в деталях, кто говорит бог кроется в деталях, кто кому ближе. А в таком случае, раз мы говорим о некой работе над ошибками, в таком случае вот еще вопрос. Известны случаи, ни один, ни два, к сожалению, когда люди, переболевшие и вакцинированные, имеющие действующий сертификат, снова заболевали, но заболевали, они съезживались 10 дней, а сертификат им включался обратно через 14 дней. То есть вот этот четырехдневный зазор, когда они уже официально здоровы, не имели права пользоваться своим QR-кодом. Каким-то образом на это тоже можно повлиять, эту ошибку исправить тоже в программе? Спасибо, что сказали мне об этой ситуации. У нас будет совещание с техническими сотрудниками НВД, и я спрошу об этом. На самом деле так оно и было. Вот конкретно моя знакомая даже звонила и обсуждала. Более того, она обращалась и в НВД, и в Минздрав, и везде ей ответили, что слушайте, ну вот так вот мы написали программу. Потерпите. Я поцель. Я не знаю причины, почему так есть. То есть я не могу говорить, это какая-то ошибка в системе. Никита, мы ни в коем случае не требуем от вас моментального ответа, но у школы вы сказали, о, как интересно. Ну, просто, что называется, возьмите на карандаш, как раньше это называлось, да, ну, передайте дальше, пускай поменяют действительно что-то в этой программе, потому что это же не единичный случай, может коснуться, в принципе, любого вакцинированного заболевшего. У школы мы сейчас говорим о росте заболеваемости среди вакцинированных, то это очень актуальный вопрос может быть. Даже если человек, когда получается, 4 дня может пользоваться своим сертификатом вакцинации. Да. Ну, вот последний вопрос, он, опять-таки, связан с прогнозом. Вы, в принципе, уже так чуть-чуть обозначили, это продолжительность вот этой новой напасти омикрона. Но фактически мы будем говорить о том, что, понятно, что инварь, и, наверное, февраль захватим, и, возможно, март, да? Вот это будут самые такие тяжелые месяцы. Да, уже конец февраля и март будут месяцы спада. Спада, да? Ясно. Ну что ж, Никита Троянский у нас осталось дождаться. Спасибо за позитивный финал. Никита Троянский, отдел вакцинации был с нами, как обычно, по понедельникам с актуальной информацией. Огромное спасибо, хорошего дня и тоже, конечно же, вам здоровья. Мы с Абиком прерываемся, после чего у нас будет новый гость. Мы поговорим о Сейме, причем... О столетии Сейма. О столетии, потому что начинаются мероприятия, посвященные столетию латвийского парламента. Ну вот об этом немножечко побеседуем через несколько минут. Продолжение следует...